Всем привет, друзья! С вами Кяксна Рубзи и Бравл Старс больше никогда не станет прежним. Я думаю, вы многие в курсе, что разработчики вчера вечером выложили переработку Трофейной Лиги. Да, ребята, полностью переработка Трофейной Лиги! Такие изменения у нас не проводились в игре с момента, когда появился новый Бравл Пасс, ребята! Это совершенно новая система, и здесь просто посмотрите, сколько текста, ребята! У нас новые ящики, то есть разработчики удалили ящики, чтобы теперь вернуть ящики. Эти ящики будут получаться за кубки, то есть вот у нас есть табличка вот такая. Чем больше кубков мы нафармим, но, ребята, там особый фарм, я сейчас вам все объясню, тем больше наград мы получаем. С маленького ящика 6 наград рандомных, а с большого 20, ребята, то есть очень большого. У нас меняется система кубков, больше нет рангов типа 30-35, будет просто максимальный. И здесь еще больше текста, ребята, как это все будет выглядеть, что нужно делать, как все это достигать. Но, ребята, давайте сделаем так. Проще всего мы с вами сейчас посмотрим видео Лекса и узнаем все максимально подробно. Ссылка на оригинал будет в описании. Стоп, 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 стоп! Ребята, кстати, сейчас в игре появился вот этот офигенный скинчик со скидкой. Здесь у нас, опять же, куча всяких гемастиков в Бравл Пассе. Если вы хотите все это покупать, в магазин Drop The Shop по ссылке в описании. Заходите, нажимаете купить, выбираете Бравл Старс, в нужную акцию товара вводите данные Супер Слэйди, оплачиваете, на почту приходят Кокс, сообщают реботу, и вам все зачисляют аккаунт. А теперь приятного вам просмотра. Итак, друзья, слушаем максимально внимательно и постараемся понять все максимально подробно. Уровни для драчунов, какими ты их знаешь, уходят в прошлое. Ага. И скоро появится новый максимальный ранг. Просто максимальный. С огромными изменениями в способах получения трофеев. А также... Больше не будет 30-го, 31-го, 32-го, 35-го, просто максимальный. Трофеи сбрасываются. А также совершенно новая коробка с трофеями, наполненная вкусностями. Пять видов коробок. Так что давай поговорим о том, что будет дальше, и как ты сможешь получить эти награды в следующем обновлении. В Roll Stars только что опубликовали огромный пост о новой системе трофеев, которая появится в следующем обновлении. Мы видели. Слишком много текста, поэтому сейчас попытаемся понять все вот визуально понятно. И там есть куча изменений. Теперь все эти изменения кардинально изменят ваши трофеи для каждого бойца. С первого раза почему они меняют сброс трофеев? Ну что же, вы, вероятно, вошли в систему после сброса и видели, как появляется этот экран, забирающий вас... Да, очень много кубков забирают, а награда в блингах, ну... Сомнительно, если честно. ...трофеи. А взамен вы получаете смехотворную сумму из побрякушек. И это никогда не бывает приятным ощущением, потому... Три тысячи кубков на Сэнди? ...майте, а награды, ну, в общем, довольно убогие. Тогда, помимо этих двух проблем, если у тебя есть врачон выше, скажем, тысячи трофеев, игры начин... Но меня никогда не заботило, потому что у меня нет ни одного бравлера выше тысячи трофеев, хотя, получается, теперь нужно это делать. ...станет становиться намного сложнее. И в конце концов ты доходишь до того, что больше не можешь играть в своих любимых драчунов. Я слышал такую тему, когда у тебя слишком много кубков, ты пытаешься найти игру, а их как бы не находит. Потому что неинтересно вечно ждать в мэтчмейкин только для того, чтобы попасть в эту суперпотную игру. Игра, в которой у тебя, вероятно, нет больших шансов выиграть. Сейчас они хотят создать систему, которая была бы проще для понимания и приносила бы больше пользы, чем обвинения в незначительной степени. Так как же они планируют все это делать? Ну что же, изменений очень много, и они довольно масштабные. Начиная с первого уровня, теперь предстоит пройти 50 уровней. 50 уровней? 50 рангов? Больше не будет иметь 35-го ранга, а будет иметь максимальный уровень, и это будет выглядеть примерно так. Чтобы достичь этого максимального уровня, тебе нужно набрать тысячи трофеев. А, тысяча кубков, это и есть 50-й ранг? И за каждые 20 трофеев, которые ты получишь, ты будешь переходить на новый уровень. И это будет выглядеть следующим образом, чтобы было легче, чем когда-либо продвигаться вверх по уровням. Прикольно. Теперь вопрос о том, сколько трофеев ты получишь за победу, и сколько потеряешь за поражение, будет более снисходительным, чем когда-либо. Сейчас они не сказали точно, какими будут эти цифры для победы и поражения, но они сказали, что ты только начнешь проигрывать больше трофеев. Ага, то есть терять трофеев ты будешь больше. Окей. Чем вы выиграете после того, как достигнете 11 сотен трофеев? А, то есть до 1100 ты теряешь мало, а выше 1100 кубков ты начинаешь терять много. И также меняют режим сброса трофеев, чтобы он соответствовал прошлому сезону. Так что сброс произойдет в то же время, когда в игру вступит новый сезон. То есть вместе с Бравл Пассом у нас. Я понял, какая система. Но то, как эти трофеи будут возвращаться... Значит и обновление будет, когда выйдет новый Бравл Пасс. Трофеи тоже сильно изменятся. Теперь после обновления, если у вашего бойца будет меньше 1000 трофеев, то ваши трофеи вообще не будут возвращены. Но для любого бойца, у которого больше 1000... А, то есть меньше 1000 кубков не сбрасывается? Ребята, я сейчас пойду качать кубки себе на аккаунт. После сброса вы вернетесь к 1000 трофеям. Обратите внимание, что они также делают так, что выигрышные серии будут привязаны к отдельным бойцам, а не к общему количеству трофеев. Чтобы сделать раздачу трофеев более справедливой. Я понял, для чего. Чтобы, смотрите, когда у тебя маленький боец с маленькими кубками, ты на нем набиваешь себе серию побед. Потом берешь с высоким и фармишь там кубки. Если проиграл, опять идешь на маленького, опять фармишь. Ну, ребята, система понятная. Так сейчас пользуется. Они хотят сделать серию побед у каждого отдельного бравлера. То есть у тебя 100 кубков на одном. Есть отдельная серия побед. И там где 1000, там будет сложнее. А, вот так. Это означает, что если ты давишь на игрока с очень высоким трофеем и проигрываешь, то нельзя просто взять и запрыгнуть на игрока с низким трофеем, выиграть несколько игр, увеличить серию, а затем снова запрыгнуть на своего лучшего игрока и продолжить давить. Этого больше не будет. Так что разобраться с процессами перезагрузки достаточно просто. Но что ты получишь, если наберешь больше 1000 трофеев? Ага. Ну вот тут ты и вступает в игру новая кубка с трофеями. Каждый трофей... Смотри, плюс 12 разноцветные кубки. Прогрессия зона. Который ты заработаешь больше 1000 на всех своих драчунах, пойдет в счет своих сезонных трофеев. Ага, сезонные трофеи есть. Теперь эти сезонные трофеи будут накапливаться до конца сезона. Так что если вы доведете количество трофеев 10 драчунов до 11 сотен, у вас будет 1000 сезона. А, то есть общее количество. То есть смотри, если мы сделаем на 10, ну, 100 сверху, то 1000. В этом сценарии, когда сезон возобновится, эти 10 драчунов вернутся к 1000 трофеев. К 1000 сбросятся. И тогда вы получите коробку трофеев стоимостью 1000 сезонных трофеев, которые вы заработали. Ага. Ты сможешь видеть свой прогресс в игре после каждого матча, так что у тебя будет наглядное представление о том, какого трофея ты достиг, а также над каким из них ты работаешь. Так что же именно находится в коробке с трофеями? А ну-ка. Ну что же коробки с трофеями? Вот, получается, смотри, вот за 0, за 100, за 400, за 1000. То есть если ты делаешь 1000, то есть 10 бравлеров, ну, на 100 кубков, или там одного бравлера ты прокачал выше 1000, ты получаешь коробку. Если на 3000 ты сделал, то вот этот ящик, где 20, ребята, наград. С трофеями имеют 5 различных уровней, начиная от маленьких и заканчивая ультрамаленькими. Я думал, что делаю кликбейт, но на самом деле это оказалось правдой. Чем больше коробка, тем больше наград ты получишь. Смотри, легендарные скины из большой коробки. В маленькой коробке ты получишь не менее 6 наград, а в большой коробке ты получишь не менее 20 наград. А, не менее 20, то есть, возможно, и больше. Тем более редкими становятся награды. За маленькую коробку вам гарантирован, по крайней мере, редкий скин. Но если это ультрабокс, то это гарантированный эпический скин. Однако в больших коробках также есть возможность получить эпические, мифические, легендарные и даже свеоцаряженные скины. Но за все коробки можно получить множество других возможных наград. А, там даже гиперзарядный скин есть! Я не заметил, я понял. В том числе выпадающие драгоценные камни. Гемасики. Что особенно здорово для всех игроков, которые могут играть бесплатно. Теперь у меня все еще есть несколько вопросов. Например, сколько драгоценных камней ты можешь получить за одну каплю? Насколько редко можно получить... Ну, из мегаящиков, которые были в последнем обновлении, было 100 максимально. Ну, там, 108, 109. Действительно редкий скин. И у меня нет ответов на эти вопросы. На самом деле, никто этого не делает. Но я обязательно протестирую все эти опции в предстоящем обновлении. Так что, если ты... Бравл Толки, ребята. Будет перевод Бравл Толка на канале у меня, поэтому подписывайтесь заранее, чтобы ее не пропустить, и там все будет показано. Спешись. С другой стороны, награды за достижение новых уровней будут удалены. Но согласно Бравл Старс, с этой новой системой вы будете получать больше побрякушек, чем когда-либо прежде. Так что в подборе партнеров также происходит действительно серьезное изменение. Вот это интересно. Например, в джигах меняется правило игры. Для этой новой системы можно представить подбор партнеров в двух разных версиях. Во-первых, для всех, у кого меньше тысячи трофеев, подбор партнеров не сильно изменится. Подбор игроков будет основан на трофеях вашего бойца и общем количестве трофеев на вашем аккаунте. Однако в дальнейшем все, у кого будет более тысячи трофеев на бойца, будут помещены в один и тот же пул подбора игроков. Так что если у вас, скажем, тысяча трофеев, вы потенциально можете поставить кого-то на пятнадцать сотен трофеев. И если произойдет большое несоответствие на пятнадцать сотен трофеев, то не будет такого проигравшего, как если бы было меньше тысячи трофеев. Сейчас ты можешь сказать, что это не совсем справедливо, и я бы с тобой согласился. Это одна из возможных проблем. То есть ты с тысячу кубками можешь попасться против чувака, у которого будет, ну, образно, три тысячи кубков. То есть дальше разделения нет. Однако для решения этой проблемы будет решена другая. Прямо сейчас, когда ты добиваешься действительно высоких трофеев, нередко приходится подобный участник на подборе игроков. А с новой системы этого не произойдет, так как вы должны найти совпадение очень быстро. И хотя да, вполне возможно, что если у вас есть тысяча трофеев, то вас отправят на матч против профессионального игрока, вы должны помнить, что там будут в этом пуле так много людей, что шансы невелики и со временем будут уменьшаться по мере того, как все больше игроков будут продвигаться к максимальному рангу. Ну, понятно. То есть ты можешь попасться про топ игроков мира, а можешь попасться про такого же, как ты. Это не идеальная система. Но после тысячи трофеев ты в основном играешь за косметику в сезонном боксе. И в конце сезона все равно получишь тысячи очков. Тем не менее, для тех из вас, кто действительно хочет подняться как можно выше, есть очень крутая награда. А ну-ка. На каждого драчуна будет по две таблицы лидеров. Начиная с первого числа будет создана сезонная таблица лидеров, чтобы вы могли видеть свой рейтинг по сравнению со всеми остальными. Точно так же, как это происходит в игре прямо сейчас. Однако так же будет создана таблица лидеров за все время, в которой будут отслеживаться все рекорды каждого отдельного драчуна. Так что давайте представим, что вы решили подтолкнуть драчуна, выигравшего две тысячи трофеев, к достижению вершины этой таблицы лидеров. Таким образом, вы можете вписать свое имя в историю Brawl Star. Ага, то есть ты вписываешь, ну или пока тебя не перебьют, понятно. Кроме того, каждый раз, когда ты попадаешь на вершину таблицы лидеров сезона, в твоем профиле появляется крутая иконка престижа. И с каждым сезоном, когда ты сможешь это сделать, цифра на иконке престижа будет увеличиваться, показывая, сколько сезонов ты уже провел. Способный занять место в этих таблицах лидеров хотя бы с одним скандалистом. Так в чем же разница? А если их будет 10? Какой рейтинг вам нужен, чтобы получить это? Ну, мы пока не знаем, но скоро будет больше информации, и я вам все расскажу. Когда будет Brawl Talk? Звучит здорово, но что если вы вложили много сил и времени в достижение 35-го уровня? Ну, это точно не про меня, потому что у меня даже 30-го нету ни одного, поэтому нужно будет сейчас делать уровня. Я имею в виду, что вся эта работа была напрасной, потому что рейтинг бойца снова сбросил до 1000 очков и будет считаться максимальным. Ну да, это так. Но и нет. Сейчас объясню. Если вы когда-нибудь поднимали бойца до 35-го уровня, то получите уникальную булавку. Булавка, которую вы получите, это суперкрутая булавка с очками и классными блестящими стеклами. То есть вы получаете пин за 35-го уровня? Но если у вас есть хотя бы 10 бойцов 35-го уровня, то вы получите эксклюзивное звание. Но какое это будет звание? Ну, это будет ваше имя плюс что-то еще, например, лучше, чем Леб. А, можно будет свою... То есть можно будет написать свой титул? Офигеть. Потому что я его не получу. Нет, мы пока не знаем, какое будет звание, но надеюсь, что-то крутое. Кроме того, количество бойцов 35-го уровня. Это было просто, ну... Ну, это не на самом деле так. ...когда они достигали, будет указано в вашем профиле. Что, несомненно, поможет вам завоевать сердца всех девушек вашей мечты. Нет, вряд ли. Вряд ли, ребята, это получится завоевать с помощью этого. Но независимо от того, сколько у вас трофеев, если их больше тысячи, то после обновления они снова сбросятся до тысячи. И это последнее, что я хотел бы сказать. Когда это произойдет? Если коротко, то в следующем обновлении. Вот, да, ребята, то есть следующий бравл... Вот, этот бравл пас заканчивается, и у нас будет новая система. Хорош! Знаете, у меня сейчас появился стимул апнуть тысячу кубков на всех бравлеров. И, скорее всего, я этим буду заниматься. В конце октября. Что бы там ни говорили, я только однажды пытался пройти на третий уровень. Больше никогда не пробовал. Но этот титул... Лекс лучше, чем Лекс из игры. Это было бы круто. Было бы круто, но у него этого никогда не будет, как и у меня. В общем, ребята, лайки ставьте обязательно. Подписывайтесь на канал обязательно. Ждем новую систему. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok